Что если я вам скажу, что удивительное всегда находится рядом с нами? Главное уметь ждать. Герой нашей истории 30 лет не терял надежды на то, что с ним произойдет что-то особенное. И однажды так оно и случилось. Ему в руки попало необычное послание, которое, пускай с небольшой задержкой, но все-таки было доставлено адресату прямо в ноги. Предвкушая скорые перемены в своей жизни, наш герой, которого, к слову, звали Гарик Поттер, с нетерпением начал потрошить конверт. Сказка ждет, Гарик Поттер. Одевайся теплее, на улице жарко. Отправляйся на платформу 3, 4, 12 и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините. Здравствуйте. Можно спросить? Мне вот письмо пришло, и мне нужно попасть. Я ищу платформу, там много цифр, в общем. Мне в лагерь надо, это называется, звездочка. Сказка, вы тоже в сказку. Сказку. Знаете, да? Да, конечно, знаю. Так просто, получается, что я туда тоже еду. И у Жени первый раз. А вы какой? А я первый. Мне письмо просто вот только что пришло, мне надо попасть, и больше я ничего не знаю. Тут все максимально подозрительно. Слушайте, ну вы обратились прямо по адресу, так как я еду второй раз. А вам не кажется, что тут люди то есть, то нет? Такое бывает. Скажу по секрету, что платформа волшебная. Не было я волшебство, а волшебство существует? Поверьте мне, еще как. Я уже второй раз на втором году нахожусь, обучение. Ну не второгодник, а именно обучение. И вот-вот буквально с минуты на минуту приводит наш поезд. И там я вам все расскажу подробно. А вы не против, если я с вами? Конечно, я только за... Кстати, а как вас зовут-то вообще? Меня зовут Гарри Потов. Очень приятный Виктор. Витя. Значит, вы говорите, магия существует? Поверьте мне, еще как. А почему поезд едет в противоположную сторону? Это наш поезд, это наш поезд. Наш поезд. Но нам же в ту сторону. Нет, 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 это волшебный поезд. Волшебство работает наоборот, поверьте мне. И сейчас мы поедем ровно туда, куда надо. Ты прыгнуть хотел? Нет, ну что? Ну что? Гарик, вы какой-то немножечко странный, но я понимаю, когда приходят такие письма, немножко теряешься головой, рассудком и хочется так уже на своей волне побыть. Что ж, пройдемте на поезд. Виктор? Виктор, я. Пойдемте. Так как поезд волшебный, нам нужно заходить не в те двери, смотрите, вот сюда вот. Итак, Гарик с Витей отправились в неизвестном направлении. На сомнительном поезде в сторону детского лагеря «Сказка». Путь их был долгим и изнурительным. За окном один за другим сменялись пейзажи. Проводница кричала что-то про свежее белье и горячий чай. А в соседнем вагоне какие-то судари выясняли, кто больше выпьет спиртного эликсира. Новый друг рассказал Гарику, как прекрасен лагерь «Сказка». И как здорово уметь колдовать. Гарик все слушал и слушал, а Витя все рассказывал и рассказывал. Наконец они прибыли на станцию, посреди которой стоял магический магазин с волшебными палочками. Ого! Палочки нам. Нам нужно заклинание света. Светочку нам. И такое прям, что вообще, ну, сильное что-нибудь такое у вас есть. Нам главное, ну, чтобы колдовать и живыми оставаться. У нас мало вообще опыта вообще во всем этом. А вон у вас стоит, большие палочки крупнокалиберные есть. Это магия для взрослых, она запрещена. Попробуем, я тебе говорю, будет весело. Сильное заклинание какое-нибудь. Я не буду так колдовать. В этом магазине было столько магии и волшебства, что глаза разбегались. На удивление Гаррика, Витя неожиданно взмокнул рукой и все кругом заволокло дыр. А рассудок на мгновение помутился. Гаррика, аккуратней. Ну, как тебе? Это лагерь сказка? Сказка? Сказка, смотри, какое все сказочное, красивое, праздничное. Ух, прям, натураж. Я видал много лагерей, но, по-моему, на сказку этот не тянет. Тянет. По-моему, это лагерь больше называется беда. Гарик, ну, что ты такое говоришь? Слушай, я тебе сейчас покажу, здесь абсолютно все. У тебя изменится мнение. А в первую очередь, ты, в первую, извини, у меня проблемы с речью. В первую очередь, ты будешь думать, что ты действительно попал не в то место, куда планировал ты. Но поверь своему сердцу, ты там, где надо. А где я там, где надо, а где все остальные? Гарик, это сказка остальные. А, так они попозже. Ребята попозже подъедут. Сейчас мы пойдем с тобой. Подъедут? Да, да, да. Точно? Ну-ка, они на поезде следом едут. Сейчас мы пойдем с тобой на распределение. А как ты вот это вот сделал? Это магия. Я тебе потом покажу и научу тебя первым заклинаниям, которым обучился сам. Мы для начала давай пройдем с тобой на распределение, и там тебя определяют на твой факультет. Распределение? Кстати, знаешь, на каком я факультете? Стройбат? Нет. Я пока еще сам не знаю, потому что каждый год идет новое распределение. Значит, тут кто-то есть, кто нас распределит? Да, распределительная штука. Пойдем. Пойдем, пойдем. Знаешь что, Витечка, что-то мне это в упор сказку не напоминает. Ты что, обалдел? Я тебе сейчас такое волшебство покажу. Простецкое. Это разруха какая-то. Нет, нет, нет. Ты точно веришь, что мы там, где надо? Разруха. Постой. Постой, Витя. Ой, Витя, это я. Волшебство. Не, мне кажется, что магия выглядит по-другому. Светус. А что ты скажешь на это, Гарик Потов? Как тебя? Чувствуешь волшебство? Это начальное заклинание первых уровней. Оно должно освещать путь. Светус. Потом я научу тебя ему. Сейчас сказку спалишь, аккуратно. Видишь? Направленный поток. Как ты это делаешь? Делаю, потому что заклинание такое. И вот наши друзья стояли посреди огромного роскошного зала. И, затаив дыхание, разглядывали, как различные магические огоньки заполоняли все вокруг. Как Витя и говорил, посреди зала стоял стул, на котором сидела распределительная штука, которая бубнила что-то про безответственность учащихся, и что в годы ее молодости к обучению волшебству относились куда ответственнее. Шапка распределительной, сцена 18-я. Ну, этого Южно-Бутня... Куда мы добавились? Нет, только мне в Руден. Руден! Слизнякова. Слизнякова! О, опять? Я в прошлом году был в Слизнякова. Неужели и в этом снова? Ой. Этого распределяем в Сиротино. Да почему в Сиротино? Руден, не так уж плохо выходит. Я только не пойму, вообще, чего Слизнякова-то? К тому моменту Гарику уже давно казалось все, что с ним происходит, крайне подозрительным. Все это место было мало похоже на волшебную школу. Гарик, сейчас я тебе покажу столовую нашу. Главную достопримечательность сказки. Здесь очень вкусно кормят. Давай ручки помоем вначале, Гарик. А перчатки можно не снимать? Видимо, моя водичка холоднится. Ух, рожь. Так, сушиночка. Отлично. Нифига у вас вода ржавая? Не, Гарик, это салфетки кто-то не выкинул. Пойдем. Это знаменитая столовая сказки. Здесь сказочный шеф-повар Евгений. А по-моему, здесь сказочный какой-то врунишка мне что-то рассказать пытается. Гарик, откуда такие домыслы? Ты не прав. Что это за... Не надо наговаривать ни своего нового товарища. Удивительная тварь такая. Удивительная тварь. Творище просто. Там, откуда я приехал. Гарик, пойдем. Пора кушать. Гарик, пойдем. Я не голоден. Покушаем немножко. Будет хорошо, поверим. Вот. Куда лучше? Бочка с волшебной едой. Опять бикус? Ну там кофе вижу. Слушай, а сегодня неплохие эти остатки. Кофе кофейку убери. Хотя, знаешь, я тоже так смотрю на это. Брось бы так кофе. Я думаю, что... Это куриная кожица? Короче, не буду лукавить, Гарик. Ты меня раскусил. Все сегодня уже пошли по кроватям спать. Все уже покушали. Мы немножко задержались и опоздали, как ты мог заметить, на распределительном пункте. Пойдем, я провожу тебя до твоей кроватки, до твоей спальни, где ты будешь отдыхать. И у тебя будет время собраться с мыслями. Пойдем? Гарик. А кушать? Кушать завтра уже. Ну как тебе, мой новый друг, нравится тут? Скажи неплохо. Мне очень не нравится тут. Гарик, это с папиролей пройдет быстро. Мне тоже стоят два года тут отпахать. И тогда я начну... Сначала, знаешь... Проникаться. Как говорится, первый блин комом. Люба милая. Слюбится, стерпится. Пойдем, Гарик. Там будет твоя комната. Сказочный тролль, уйди. Гарик, вот здесь будет твоя комната. Пойдем. А что делает этот... Не жми. Это общий тумблер включения света волшебный. Пойдем. Гарик, помни. Что бы ни случилось, никогда не спускайся в эту комнату. Вау. Гарик, завтра осмотришься. Пойдем. Вот она, Гарик, твоя комната. А кто такой Гриша? Гарик, ты очень много с непривычкой застряешь внимание на не том. Пойдем отдохнешь. Мне тоже нужно отдохнуть. Мы с дороги устали. А где Гриша? Нам, как говорится, маленьким мальчикам уставать не привыкать. Вот она, твоя комната, Гарик. Где? Вот. Ствол письменный, где ты можешь писать письма родителям. Вон твой шкафчик для хранения личных вещей. У тебя же есть личные вещи. И твоя кроватка, где ты можешь отдохнуть с дороги. Ну и веревка. Ну, на всякий случай. Давай, Гарик, располагайся как дома. Мне нужно пойти отдохнуть. Я пойду отдыхать. Выглядит приемлемо. Ну так-то. Вроде телепортировался только что. А ноги просто сказочно болят. Только какая-то сказка, плохая или хорошая? Почему Гриша лох? А ну со мной тут что-то произойдет, если... А как же маменька моя? Мне кажется, надо ее предупредить обо всем. Потому что я уже ни в чем не уверен. Дорогие мама и папа. Нет, папа не то. Папа нет. Папа в Алису ушел петь. Вы посылали меня в муниципальный лагерь. Говорили и обещали, что здесь будет здорово. Но здесь ни разу не здорово, а скорее наоборот, отвратно. Это место не сказка. Это место ужас. Ужас. Плохое. Если к следующему утру от меня не придет в следующей весточке, считайте меня... Нет, не так. Если от меня больше не придет никаких извещений, вызывайте милицию. Витечка. Что за имя такая дурацкая Витечка? И почему он говорит разными голосами? Это место навеивает ужасом и подталкивает меня на необдуманные действия, которые в настоящий момент кажутся мне логичными. Как же там было? Свер... Сволочи. Сергей в посад. Сев... Севрус Хомбург. Светус. Внезапно Гарик почувствовал, будто больше сам себе не принадлежит. Его рассудок помутился, и он практически не отдавал никакого отчета своим действиям. Ха-ха-ха! Был все в самых руках! А-а-а! О-о-о! Кто? Я Гарик Потов! Гарик? Гарик, что с тобой? Это... Гарик? Гарик, 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 ты что, ты что там дома? Да. Гарик, ты что там дома? Все с тобой, Гарик? Стоило оставить тебя одного на 4 часа, и что произошло? Ну, по-моему, я чуть не удавился. Гарик, ну ты будь аккуратнее. Стены таят в себе много, как и темных секретов, так и светлых. Помнишь, что здесь как и безопасно, так и опасно. Приходи в себя и догоняй меня, я тебя там подожду. Я тебе еще много-много чего хотел показать. Сам догоняй. Я иду! Догоняя своего друга, Гарик понял, что потерял Витю из виду. Но в этот самый момент наш герой услышал загадочный звук, доносившийся из таинственных глубин волшебной школы. Витечка! Теплый лорд? Вить! Витечка! Тут без тебя никак! Я тут! Ты чего? Ты чего потерялся? Я от тебя везде еще ухожу. Это я потерялся, ты меня везде охотишь. А что это такое, Гарик, у тебя? Если я тебя ищу, ты везде меня потерял. Что это такое? А уже нет. Это детская какая-то картонка игра. Тут только что был где-то теплый лорд. Слушай, Гарик, такое бывает. Какое бывает? Какое? Гарик, поверь мне. Здесь полно, да. Мне страшно. Гарик, не бойся, ты что, я же твой друг Витечка. Мы с тобой познакомились сегодня только. Вот именно. А мама говорила мне еще в 30 лет. Витя Потов. Не доверяй, но проверяй. Пойдем, Гарик. Я веду нас на полигон, где я тебя научу простецкому начальному, боевому заклинанию первого уровня, столбняк. А когда в нашей школе ремонт вообще делали? Смотри, это школа боевой медузы. Полигон названный в честь именно этого животного, тотемного. Ну, не животного, а амфибия или вообще рыбы. Как? Медуза. Рейтуза? Ху**а какая-то. Давай, Гарик, попроси Витечку научить тебя магии. Это точно надо это делать? Держи свою палочку крепко и смотри. А ты свое при себе держи. Столбняк! Столбняк! Стоять! Столбняк! Столбняк! Столбово! Захватывай! Столбянушка! Здорово! Стрелкина! Огнева! Бубука! Огонь! Печок! Огонь! Столбняк! Огонь! Столбняк! Смотри! Гарик, не бойся, магия немножко изматывает. А я не боюсь! Магия немножко изматывает, но в целом она прекрасна. Возьми свою палочку, потов. Это лишь начальное боевое заклинание. Отойди на шаг. Огонь! Стрелкина! Огонь! Ой. Стрелкина! Столбняк, первое боевое заклинание, Витя, первый уровень школы. Ты хочешь, чтобы я сделал сейчас это? Да! Смотри, смотри, остави, оставь мне, сам, сам, работай, в стенку, в стенку, в стенку, ты хоббар, шашку сломи, ты че, ты че, ты че, ты че, ты хорош, останови ее, я не знаю, как, остановись, все, я остановил ее, Гарик, ты немного, даже много оказался трусливее, чем я думал, сильно заметно, сильно заметно, Гарик, Потов, слушай, у тебя по матческой линии не трусов ли, Гарик, Потов, трусов, ну, знаешь, я, знаешь, Витечка, немного расстроен, я на второй год тут не оставался, а, извини, я же не делаю скидку на то, что я второгодний, пони, Весь день и до самого вечера ребята упражнялись в магии, они стирали свои ладони в пыль, но поток волшебства даже и не думал угаснуть, Гарик был образцовым учеником, но потом произошло это Гарик, предвиди твой вопрос, дальше я научу тебя искусству чародейской дуэли, а что дальше? Гарик, отвечая на твой вопрос, дальше будет обучение искусству чародейской дуэли, это дальше будет, сейчас, а дальше будет потом, мне кажется, у меня начинает уже... Вставь, вставь, встань, точнее, Гарик, Гарик, это не игрушки тебе вошли, палочка, встань на свою позицию, пожалуйста Ты готов, Гарик? Нет? Тогда начнем На! Получай! Черт, черт, и притает! Извините, слой! Увидимся с собой позже, Гарик! Куда пошел трус? Увидимся позже! Дорогая мама, мама с большой буквы Если ты читаешь это письмо, значит, у меня все хорошо Жизнь налаживается Правда, здесь немного холодно Но Витечка говорит, что летом здесь так всегда Да, сегодня я победил в волшебной дуэли более опытного ученика, чародея, мага И я начинаю понимать И я начинаю понимать Что это все мое Кто-то стучит наружу, я пойду посмотрю А потом в душ и спать Сметус Еще все С первого раза получилось А в темноте тут все иначе выглядит Витя Витечка Что шумит? Что шумит? Кто здесь? Я умею колдовать! Витя! Витя, я сейчас буду колдовать! Если ты так будешь дальше, все виски Холодно Гарик Потов Витя, ты где? Нету, Витя Витя, мне страшно Ты или только я Я не могу магию эту сдать Я не Витечка Актричка Актричка Сейчас ты узреешь в настоящую магию Найдайте в угадке Ничего времени обращаться, Гарик Потов Я написал вам два письма Только еще не отправил Витя, ты что? Витя Витя Посмотрим, чему научился ты задеть в пионерском лагере сказка Посмотрим, какая у тебя боевая мощь против моей Витя, ты что? Ты что, черт? Ты с ума сошел? Ты где? Витя Чудная попытка, мистер Потов Но я перемещаюсь быстрее с помощью закрывания Витя, не страшно Витя, не страшно Витя, ты Кингтавр, адракадавр, днищинус, днищинус Помывайка, замерзайка Будьте проклят, ну и так далее, Витя Я найду тебя, я тебя по-любому попаду Проклятая дзвенюка Пеналтирую я, чему ты знал И это послужит тебе уроком Против тебя самого Витя 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 События стремительно развивались Речь шла о выживании, во время которого любая магия будет спасением Тебе не скрыться, Потов! Потов, стой! Освети мне! Путин! Помоги! Ах, на загаре хвата! Музыку у меня Путин, освети мне путь! Неплохо для начинающего, но это тебе не помешает Это мне! Мне не помешает, а не тебе! Идиот! Второгодник! Вот это было обидно, Потов! Бабахаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Я так пока еще не умею Ну хватит, то что надо Сюда он упадет Сказка-ложь, да в ней намек Все не так однозначно, как может казаться Хоглас, да, хоглас Я еще чпалу укладываешь В сиротину Смеха не упал Сука, где я его? Почему мне все такое подозрительным кажется? Бл***ь, Саша Это не та комната, Гарик, пойдем Мы ошиблись, нет, это не те дроиды И ругаешься матом? Нет, ты что? Виняйте он на лорда Дай мне палочку Можешь забрать, это заледенявшая сперма Мужицкая, мужицкая А вам когда придет, я с бабахи там скажу Я просто как дредноут пойду И сгоню тебя в бомбоубежище А там тебя пи***ь бросил очаг Ковой конец Магия, она такая Давай, давай Давай, давай Не горит, ни х***я Говно китайское Она тебе больше не понравится, мистер Поза Сука Она тебе больше не понадобится, мистер Поза Ты где? Я тебя сам не вижу Включи лампу Вот мы встретились с собой, Виктор Ой, б***ь Вот мы, б***ь, да что со светом Вот мы и нос зачитался Да ты двумя руками ты меч не держись, а то ой Да я тебе поддавался Может быть еще помочимся Ой, помашимся Да Тепло мне как-то Ничего не чувствуешь, Витик? Нет Нет? Нет А по-моему тепленько как-то Так лет уже Вот и я говорю Как лето? Лето, поэтому и тепло Нет, не сейчас лето Летом тепло, говорю Пойдем, пойдем Ты сам не тепленький, не?